Представители медицинской общественности за круглым столом обсудили эффективность модернизации регионального здравоохранения. На реализацию программы было выделено более 3 миллиардов рублей. По словам чиновников, эти средства направляют на укрепление материально-технической базы лечебных учреждений и информатизацию здравоохранения. Но недовольство населения вызывает качество амбулаторно-поликлинической и скорой медицинской помощи. В очереди в поликлиниках низкое качество оснащения выездных бригад сказывается на общем уровне системы здравоохранения. Кроме того, многие больницы и поликлиники остаются недоступными для инвалидов и пожилых людей, даже после ремонта. Да, пандусы мы строим в приспособленных учреждениях. Это не новые учреждения. Иногда они имеют, будем так говорить, не совсем удобный угол наклона. Но мы имеем дело с уже построенными учреждениями здравоохранения, в которые мы пытаемся вносить конструктивные изменения. Стоит отметить, что качество ремонта медучреждений далеко не всегда влияет на качество предоставляемых медицинских услуг. Уровень медицинской помощи зависит в первую очередь от квалификации врачей. А главная проблема – в нехватке узких специалистов. Очень сложно с кадрами, и нам никто помочь сейчас не может. Никакого обязательного распределения федеральные органы власти не собираются вводить. Чиновники считают, что эту проблему можно решить одним способом – создавать специализированные медицинские центры. Возможно, это привлечет молодых специалистов. В планах создать неврологический центр на базе третьей горбольницы и целый ряд таких центров в городской больнице номер 4. Анастасия Николаева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.